дорогие друзья и мы приветствуем вас на передаче на путях диалога и мы продолжаем наш разговор с главным и основным нашим гостем религиоведом и историком религии юрием табаком юрий здравствуйте 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 дорогие друзья и мы с вами открыли на прошлой передаче непростую тему а как еврейский мир и религиозный и нерелигиозный относится вообще христианам как отдельно вообще религиозное течение конфессия по большей части языческая или же эта часть авраимическая вера может быть даже это монотеизм но по крайней мере мы-то себя чувствуем все равно последователями или выходцам из иудейских корней но так ли к нам относится еврейскими но тут скорее вот ответ на этот вопрос на можно было бы разделить на две части и каждая требует отдельного обсуждения это пи во первых это религиозный аспект да вот в религиозном свете как евреи относятся христианам ну собственно всем известно даже вот наиболее непродвинутым так сказать евреем что иисус и в общем ранее христианское движение это было ветвью такого пост библейского иудаизма как принято называть в академической литературе до в первом веке это было это было иудейское направление но которая затем выделилась и стала вот такой отдельной религии и вот это первоначальное как бы состояние христианство как ветви внутри иудаизма но в общем-то забыто силу вот этих двух тысяч лет и конечно все евреи в основном считают христианство другой религии более того это все осложняется да тут можно перейти ко второму аспекту отношения евреев как вот к нееврейскому миру христианскому миру и к его к его отношению к евреям которое вот имело место на протяжении там двух тысяч лет отношение было враждебное и поэтому поэтому христианство и как религия и как исповедание вот такого враждебного мира но конечно имеет негативные черты в глазах евреев но это отнюдь не общее как бы правило потому что есть значительное число евреев иудеев которые по разным причинам относятся к христианству достаточно положительно или более того даже вот в последние особенно века с большим интересом и уважением есть такое явление как протоколы сионистских мудрецов по-моему очень живучие явление так все-таки это чистой воды выдумка жандармерии царской россии или может быть у этого есть какие-то еврейские корни протоколы сионистских мудрецов чистая выдумка вот но это не только собственно это отчасти это жентармерии приложила к этому руку но вообще восходит протоколы к более раннему произведению там написано по поводу так сказать событий во франции там и было преображено для целей в общем антисемитских ну я признаюсь мы-то христиане все равно ожидаем того что еврейский мир увидит в нас родственников ближних или дальних но у нас я не знаю откуда это появилось может быть это как раз тоже один из очень важных эффектов теологии после холокоста что мы хотим показать что мы не чужие что в общем то пришли ходит осознание я думаю что вы об этом обязательно расскажете в наших будущих передачах приходит осознание что наше наследие оно все пришло к нам от еврейского народа и писание и и пророки и апостолы да в общем то фактически почти все юрий я знаю что последнее время у нас есть такое широкое ощущение что главные противники не за можно сказать враги или нет на мировой арене политическая геополитическая это палестинский вопрос палестинцы или арабский даже мир но это же ситуация только последних 100 лет наверное когда только появились споры за территориальные споры на рубеже 19 20 веков первые возвращенцы еврейские но до этого же на протяжении 18 столетий главными преследователями евреев был христианский мир так ли это на самом деле можете намного рассказать о христианских корнях антиудаизма антисемитизма вот ну очередной такой емкий очередной сложный вопрос вопрос антисемитизм как таковой да надо сказать что антисемитизм это такое историческое явление которое претерпело несколько стадий в общем у меня вот есть как бы даже отдельно даже исследование что ли сказать где вот я как бы разбираю эти стадии да и я там насчитал но по меньшей мере шесть таких стадий вот но конечно собственно в отношении к евреям еще было до христианства достаточно негативным то именно потому что евреи это первый народ до который выбрал вот такой монотеистический путь развития то есть веру в единого бога и соответственно для защиты от окружающего языческого мира он себя стала вести соответственно то есть появились специальные ограничения в поведении в одежде в еде вот то что называется у евреем там кашрутом то что называется правилами там ношение одежды и так далее особой чтобы выделяться и не поддаваться вот влиянию этого языческого мира ну и люди окружающие когда смотрят на единственного так сказать представителя среди в общем довольно близких и похожих племен родов и так далее который себя ведет совершенно не так тут возникает некоторое подозрение к нему это психологически можно определить как отношение к другому подозрительное такое это отчасти ксенофобия неприязненно да ксенофобия но термин ксена может быть не очень тут подходит хотя отчасти он он и годится да в общем это отношение к другому к другому который не такой как ты она всегда подозрительная но это еще не антисемитизм такие вещи распространены мы знаем например отношения соседних народов в истории очень часто когда они в общем взаимно недолюбливают друг друга и периодически возникают такие кровавые даже конфликты это тянется на протяжении там многих веков вот и евреи в этом смысле совершенно не одиноки но вот история антисемитизма как такового но безусловно начинается с появлением христианства с появлением с того момента когда собственно вот я уже говорил что ранее христианство как иудейское течение оно выделилось из этого течения и римская империя приняла христианство как религия лица то есть она стала государственной официальной религией и вот тот спор который был внутренне между двумя течениями вудаизме он перестал быть равным с двух сторон то есть стала одна сторона преобладающей с государством с армией и так далее а двое две два сына так сказать не могли ужиться в одной квартире можно сказать что вот до четвертого века до того как христианство стану черта пятого веков когда христиан становится государственной лигией в римской империи можно ли сказать что отношения хотя и может быть были конкурентными но они не были трагичными они были отчасти были трагичными потому что мы даже собственно вот новозаветных писаниях мы читаем там судьбе там стефана и столкновение скажем но ты не было массовым явлением это не было массовым явлением но такие уже внутренние столкновения уже были мы помним как например апостола павла его изгоняли из синагог даже там били да и видимо это и привело его к мысли о том что вот надо из внутри иудейской религии которая считалась таковой и считалось что иисус он внутри еврейского народа и он обращается только к еврейскому народу и даже некоторые его слова они в современной точки зрения они могут быть сочтены за такие вот даже так сказать националистические слова да но собственно вот с этого момента возможно апостол павел он решил делать универсальную религию из сугубо еврейской религии выводить ранее христианство за рамки вот собственно иудейского течения вот и тогда уже конечно когда в силу разных причин очень быстро начал распространяться христианство по римской империи и стал очень популярным у всех опять же тут вопрос сложный его надо долго разбирать почему вот эти два отпрыска два сына пост библейского иудаизма не могли ужиться в одной квартире это конкуренция это конкуренция но конкуренция основанная на разных некоторых принципах одна конкуренция одна группа в раввинистический иудаизм то есть это фарисейская группа которая потом стала раввинистическим иудаизмом она большей степени опиралась на закон она большей степени опиралась на одни источники священного писания на тору на пятикнижа время как христианство ранее она опиралась скорее на пророческие писания и войну было что называется более спиритализованным но как бы ориентировалась на такую более духовную сторону но с другой стороны ревнистический иудаизм понимал его представители понимали что сохранить еврейство условиях вот как бы римской оккупации в условиях тяжелейшей экономической ситуации можно было лишь соблюдая очень точно очень строго соблюдая закон соблюдая любые как бы казалось бы незначительные заповеди когда люди в диаспоре люди так сказать в палестине во всем мире они могут отличаться по кухне по одежде почему угодно но когда они от выполняют одни и те же заповеди когда они читают одни и те же книги да когда они молятся в общем примерно одинаково они сохраняются как и религиозная как этническую общность и благодаря этой конструкции да еврейский народ действительно сохранился на протяжении вот уже более двух тысяч лет в условиях тяжелейших гонений а если бы не случилось вообще противостояние христианства и иудаизма и антиудаизма в христианстве а каковы было бы сейчас положение дела и отношения между двумя сторонами ну в общем да у прогнозировать то что несбыточно довольно сложно но по-видимому не было бы противостояния не было бы там двух религий вот поскольку вообще развитие иудаизма и христианство их противостояние в общем носит вполне объективный характер зависящий от идеологии того времени просто человек так устроен что там была конфронтация иначе быть не могло юрий когда все таки вот это противостояние христианство иудаизма но переходит в более горячку горячую фазу мы же мы же видим что как-то это докатило все до страшных явлений как крестовые походы как инквизиция например в испании в эпоху торфемада изабелла фердинанда как главными обвиненными были евреи испании как оно все вот от просто религиозного спора конфликта даже пусть назовем перетекло в откровенное гонение преследования ну вот как я уже сказал начало еще заложено вот в различие этих двух течений внутри даже иудаизма после того как христианство стало мировой религией фактически религии римской империи и она стала гонителем на евреев но в течение многих веков надо сказать что все таки достаточно сдержанным было отношение то есть это отношение сформулировано по сути дела было блаженным августином великим христианским святым и учителем церкви да который сказал что в общем как нам надо относиться к евреям поскольку христианство победоносное оно не могло не числиться как победоносное для того чтобы оно как бы развивалось и было вот таким зонтичное было такой зонтичной религии то есть естественно все конкурирующие религии должны были подмяты быть под христианство но поскольку как вы отметили уже да вот у нас общее писание и христианство но после каких-то колебаний спором она приняла еврейское священное писание то есть ветхий завет или тонах как его называют евреи в качестве части своего писания просто убивать скажем евреев или насильно даже крестить их было невозможно потому что написано черным по белому что это избранный народ божий поэтому августин придумал такую формулу так сказать вечного жида как его называют то есть евреи должны быть гонимы их надо угнетать чтобы они видели насколько христианство их превосходит но насильное крещение и насильное насильственное действие по отношению к евреям в частности убийство недопустимо и вот периодически все таки да поскольку с кафедр церковных раздавались всегда призывы к тому что вот евреи это недостойный народ который распял нашего господа то есть начали уже отходить собственно содержание евангелия где прямо сказано что распяли иисуса римляне они евреи но поэтому перекинулась со времени уже на евреев распяли потому что мало кто читает источники и мало кто читала мало кто читает ныне все в основном слушают учителей а учителя говорили вот это вот и в результате в общем отношение складывалось резко негативно и тем более евреи постоянно чтобы удержаться чтобы сохранить свою веру они жили отдельно и по-прежнему соблюдали свои заповеди вот но это не переходило обычно это не переходило в такие массовые насильственные действия хотя периодически случались погромы случались избиение обвинение евреев разных так сказать некрасивых вещах по отношению к церкви там восковернение восковернение гости там и так далее но таких насильственных действий не было и вот все это началось как бы с первого крестового похода когда собственно в некотором смысле это было случайно юрий у меня мы сейчас обязательно поговорим о крестовых походах но вот еще говоря об эпохе отцов церкви а можем ли мы сказать что все отцы церкви были настроены настроен на эти иудейские или какая-то полемики существовала были как кто-то кто лояльно был настроен или даже дружественно по отношению к еврейскому миру но вы знаете тут вот вопрос интересный он довольно сложный все дело в том что у меня вот один приятель он как бы специально изучил специально изучил патрологию меня есть такой выдающийся труд да там 90 томов где собственно в общем греческие и латинские отцы церкви и он специально хотел найти какого-то из отцов церкви которого прямо позитивно хорошо говорит о евреях в общем так буквально и в общем смысле он такого не нашел но надо тут опять же разделять отношение к евреям как предтечем христианства до отношения к ветхозаветным евреям к тем святым которые признаны в общем христианством святыми да это еврейские патриархи еврама исаак и аков вот они как бы отношение к ним совершенно другое к евреям как избранному народу как носителю божественного откровения она очень позитивно у всех отцов церкви но другое дело что вот этот перелом когда евреи не приняли христа и они как бы с точки зрения христианства они отказались от тех заповедей они отказались от тех мыслей которые вселяли в них пророки и вот это стало поворотным моментом то есть отношение как народу как предавшему свои тяло стало резко отрицательным и в этом в основном отцы церкви едины юрий ну вообще довольно спорно что евреи не приняли измите а первая церковь на из кого существовала а как а как это не приняли если она нам два она дала старты основания и очень миссионерство и все это стопроцентное еврейство то вообще это тезис спорный но я знаете что предлагаю давайте мы здесь с вами остановимся и этот тезис вынесем вообще будущие передачи а следующий раз вам уже поговорим об эпохе первых крестовых походов на рубеже тысячелетий друзья благодарим вас что вы были сегодня с нами смотрите передачи на путях диалога до новых встреч